Сегодня съездили на Всеволожскую селекционную станцию за элитным посадочным материалом. К сожалению, съемка там запрещена, поэтому похвастаюсь уже на парковке. Элита сорта Аврора стоит 80 рублей за килограмм. Минимальный объем 7 кг. Мы выбирали, чтобы клубни были покрупнее. Эта сеточка потянула на 6,5 килограмм. Обошлась 520 рублей. А еще оказалось, что у них продается картофель на еду. Тоже сорт Аврора. По 50 рублей килограмм. Решили взять пакетик 24 килограмма. Но это значительно дешевле, чем в ленте. А выглядит привлекательнее. Хоть нормальные картошки поедим. Своя у нас закончилась до Нового года. Так-то у нас есть собственный посадочный материал. Лежит в холодильнике. Но в этом году мы хотим посадить как минимум в 2 раза больше картошки. Вот решили докупить для надежности элиту. Сейчас доберемся до дачи. Буду перебирать картошку и покажу приобретение немного подробнее. Вот давайте посмотрим. В 6,5 килограммах оказалось 130 клубней. Все сухие, чистые, картошкой пахнут. Ни один еще не пророс, значит хранились в правильных условиях. Сажать-то будем в лучшем случае в середине мая. Боюсь, что у меня не успеют дать ростки. Но я уверена, что в начале мая мы бы уже ничего не купили. А теперь моя душенька спокойна. Но 130 клубней для меня слишком много. Огород маленький, а своя картошка важнее. Поэтому оставлю себе клубней 40, остальные есть кому подарить. Вот и сравним этим летом, как покажет себя элитная Аврора по сравнению с нашими гибридами. Ну вот, после того, как внимательно перебрала, нашла 11 негодных. Значит, 119 штук за 520 рублей. Стоят они того или нет, узнаем в конце августа. Обещаю все лето надоедать вам своими видео про картошку. Ну и напоследок, давайте покажу картошку, которую купили на поесть. Я ее помыла перед тем, как чистить. Узнаю сорт Аврора. Вон парши-то сколько. Мы Аврору выращиваем не первый год. Сорт очень нравится, но никак не можем от парши избавиться. А на этой парши еще больше, чем на нашей. Получается, особенность сорта такая. Ну и ладно, на вкусе и лёжкости это никак не отражается.